Чистой воды по нацпроекту в селе Бея не было и не будет. Точно в этом и скорее всего в следующем году. У местных чиновников не готова даже проектно-сметная документация. Республиканский бюджет выделял на это 3,5 миллиона рублей. Ну на сегодня проекта нет. И субсидии 31 декабря. Исчезнет субсидия. В следующем году у нас тоже субсидии. Ну не тоже, а субсидии не предусмотрены на Мейский сельский совет. Каким образом мы будем реализовать эту программу по районному центру. Но большой вопрос. Не все гладко и с программой «Комфортная городская среда». Стартовали мощно, потом полный провал до остановки работ. С горем пополам Бейский сельсовет завершил парковые зоны самым последним из всех участников программы. Подрядчики получили свои заработанные деньги только на этой неделе. Для сравнения, другие территории все сделали летом. Промах и по другим направлениям. Капремонт дорог. На реализацию Бейская администрация получила республиканскую субсидию 11 с лишним миллионов рублей. Заключили договор с подрядчиком. На этом все и закончилось. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, глава сельсовета Антон Филиппов, прекрасно зная, что строители даже палец о палец не ударили, подписал всю отчетную документацию и акты. По дрядчику были перечислены 2,5 миллиона. Филиппов, расторгая контракт, назад деньги не потребовал. Частично работы, конечно, выполняются, потому что заключено много контрактов. Я не говорю, что полностью 100% будут не исполнены, но риски у нас есть, потому что погода уже зимняя, уже холодно, уже снег начинает ложиться. Это очень сильно скажется на качестве выполняемых работ. Возможно, возможно, не до конца будут выполнены работы. Какие риски? Деньги будут просто не освоены, люди не получат хорошие дороги. Не все ладно и в администрации района. Страдает нацпроект «Демография». Еще в 2020 году были выделены оборудование и деньги для создания мини-футбольного поля. Общая сумма 2,5 миллиона рублей. Из них не освоена даже треть. Вот что пояснили в профильном ведомстве. Министерством спорта Хакаси неоднократно направлялись письма в адрес районной администрации и проводились выездные совещания. В 2021 году администрация Бейского района заключила контракт с подрядчиком и гарантировала завершение работ до 30 сентября этого года. После чего контракт был расторгнут. Строительство мини-футбольного поля на сегодняшний день не завершено. Есть проблемы с федеральной программой Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Работа по этому проекту довела главу Бейского района Иннокентия Стребкова до уголовного дела. По данным следователя, в январе этого года район получил из бюджета Хакасии субсидию на строительство жилья. Больше 5 миллионов рублей. В мае администрация заключила контракт с подрядчиком. В последствии с бюджета муниципального образования Бейский район подрядной организации были перечислены денежные средства в общей сумме более 700 тысяч рублей. До настоящего времени строящиеся дома не введены в эксплуатацию. Их строили в час по чайной ложке. Вот такие фотографии нам прислали местные жители. И это все, что удалось сделать за полгода. Сейчас, сообщают люди, приехала бригада строителей из Абакана. Стройка ожила, но сроки упущены. В администрациях села и района прошли обыски чиновников, допросили. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция – до 7 лет лишения свободы. А пока идет следствие, оба чиновника сидят на своих местах и продолжают исполнять свои обязанности.